Новое здание Армянской Церкви Святого Саркиса в Кэролтоне, штат Техас, признано лучшим строением в США в 2022 году по версии авторитетного журнала World Architects. В результате опроса, проведенного среди американских архитекторов, победителем из 40 зданий 64 голосами признана Армянская Церковь Святого Саркиса в Кэролтоне, пригороде Далласа. Церковь была освящена 23 апреля 2022 года, а первое богослужение прошло на следующий день, в день памяти полутора миллионов армянских священномучеников. Возведение каждой новой церкви имеет ключевое значение для любой армянской общины, где бы она ни находилась. На протяжении многих столетий именно церковь в отсутствии государственности являлась главным национальным институтом, играя важную роль в поддержании идентичности. Миграция армян из стран Ближнего Востока в Техас началась в конце 1970-х годов. Основав в городе Карлтоне армянскую общину, было принято решение о строительстве армянской церкви. 3 ноября 1991 года состоялось торжественное освящение первого здания церкви Сурб Саркис. Тогда церковь открылась в отреставрированном заброшенном доме и насчитывала около 350 активных семей в районе Даллас-Форт-Уэрт. «Наше прошлое место было идеальным для того, чтобы можно было сделать в то время с ограниченными средствами и ограниченным количеством людей. На данный момент мы выросли, и пришло время расширяться», – сказал Ваге Даян, председатель Приходского совета церкви. Старое здание уже не удовлетворяло нуждам общины, и впоследствии она обратилась к Восточной епархии Армянско-Апостольской церкви США для содействия в возведении нового здания церкви. Решение об этом было принято в 2018 году. Созданием комплекса, состоящего из зданий церкви, общественного центра и спортивных сооружений, руководил предприниматель Эли Акелян, бывший генеральный директор Kings Isle Entertainment и Vimo Games, разрабатывающие видеоигры. Также участвует в армянском международном образовательном проекте TUMO. Настоятелем церкви с 2011 года является Тер Гевонт Аджамян. По его словам, люди приезжают на воскресные службы со всего Северного Техаса, а некоторые даже приезжают из соседней Оклахомы. Автором проекта выступил нью-йоркский архитектор Дэвид Ходсон, а его соавтором – обосновавшийся в Техасе ереванский архитектор Степан Терзян, знакомый с Ходсоном еще по работе в столице Армении. Там в 2004 году по проекту Ходсона планировалось возведение музея современного искусства имени Джерарда Гафисчана, и в течение нескольких лет у его бюро был открыт там филиал. Проект музея в итоге остался на бумаге, но стал важным для реализации другого, меньшего по масштабу, но немаловажного по значению проекта Ходсона для армянского сообщества. Новый церковный комплекс расположен на Чарльз-стрит, на участке примерно в 1,8 гектара. Именно природный рельеф территории, по словам автора, стал основополагающим для создания образа храма. При этом Ходсон обратился к одному из шедевров армянской религиозной архитектуры – церкви Святой Репсиме, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это сакральное сооружение находится в городе Ачмиадзине с относительно равнинными ландшафтами, на фоне которых величественно выделяется его архитектура. Подобного эффекта стремились добиться и авторы новой церкви – выделить ее силуэт среди живописных равнин Техаса. Определенную роль в обращении к образу церкви Святой Репсиме сыграла также и символика чисел. Между ее основанием, католикосом Камитасом в 618 году и принятием решения о строительстве нового храма в Карлтоне в 2018 году прошло ровно 1400 лет. Обращенный во двор, официально главный западный фасад выполняет функцию мемориала. На его поверхности из полутора миллионов пикселей, символизирующих число жертв геноцида, создан орнамент по национальным мотивам – древо жизни с большим крестом посредине, что напоминает характерный для хачкаров декор. Это оригинальный и смелый подход к увековечиванию памяти о трагедии. Каждый пиксель отождествляется жизнью отдельного человека и собран в объединяющей их системе. Важно отметить, что такое решение – крест на стене церкви – напоминает об очень распространенной традиции, когда вкладку стен церкви в качестве облицовочных камней, интегрированных хачкары. Здесь архитектор своеобразно гипертрофировал этот мотив в виде характерного для постмодернизма гротескного приема, нацеленного на усиление эффекта изначально задуманного символа. Церковь композиционно контрастирует со зданиями общественного центра и спортивного зала и одновременно, благодаря единой минималистской стилистике и выбранным материалам, вписана в общий комплекс, создавая гармоничный ансамбль. Как прообраз церковь Святой Репсиме использована в проектах многих армянских храмов, например, в Ялте, новой церкви в Сан-Диего или в соборе Святого Вартана в Нью-Йорке, построенный по проекту народного архитектора СССР Рафаэла Исраиляна. В Техасе образ церкви Сур-Припсиме взят за основу скорее как абсолют, где в большей степени проявилось подражание выбранному прототипу, нежели переосмысление, интерпретации или цитатности. Это обусловлено стремлением укрепить идентичность, выстроив символическую связь через повторение. Субтитры создавал DimaTorzok